Приветствую вас! Я внимательно ознакомился с текстом вашего вопроса. И в первую очередь хотел бы сказать, что вы достаточно мало даете информации о том, какой у вас муж, какие у вас с ним отношения сейчас? Какова природа его отношений с любовницей? Как он относится к ней? Это все было бы достаточно полезно знать, чтобы дать вам более, так сказать, конкретный ответ на вопрос. Дальше. Немаловажную роль играет человеческий фактор и желание обоих людей сохранить семью. И здесь в первую очередь хочется сказать следующее. Вот сперва я укажу вам на определенную неточность в вашем сообщении. Вы пишите, что он не хочет от вас уходить, с ней он решил, что тоже не хочет быть, То есть он хочет быть с вами, с ней быть не хочет, но при этом вы точно знаете, что он не сможет не думать о этом ребенке, ему не будет на него все равно. А вот это, пожалуй, хорошее качество. То есть если вы, ваш муж, став отцом ребенка, пусть и не вашего, но он бы откровенно бросил его или не хотел бы его снать, То это бы именно о вашем муже говорила бы, как о человеке безответственном, как о человеке, который на самом деле не желает отвечать за свои действия и поступки. То есть о недостаточно взрослом, недостаточно зрелом человеке, мужчине. А дальше вы пишите, что и думаете, к ней он тоже так просто и быстро остыть не сможет. Вот это утверждение, этот постулат, который вы пишете, он достаточно серьезный. Откуда у вас такая уверенность, на чем она основана? Если мужчина, как он сказал, не хочет уходить от вас с сыном. Но если бы он еще бы не остыл к любовнице, он бы наверняка ушел бы к ней и стал бы жить с ней и с ее ребенком. Но если он не хочет уходить от вас, значит его с вами что-то держит, и это что-то крепкое. Гораздо крепче, чем его чувства к любовным, которые, кстати говоря, могут быть совсем и не чувствами вовсе, а просто желанием и стремлением удовлетворить то, те потребности, которые он не мог удовлетворить с вами. И вот здесь возникает основной момент. Ответ на ваш вопрос, возможно ли дальнейшая семейная счастливая жизнь, можно сформулировать следующим образом. Да, возможно сохранить вашу семью. Если вы поймете для себя через разговор с мужем, почему он вообще завел себе любовницу, почему она у него появилась, что заставило вашего мужа вступить в отношения с любовницей. Какая неудовлетворенность, какие потребности, может быть какие-то обстоятельства, какие-то причины повлияли на вашего мужа, что он стал интересоваться другой женщиной кроме вас. И вот то, что его к этому подвигло, то, что его на это толкнуло и является основной причиной, по которой вы сможете, воздействуя на нее, как бы продолжать вашу семейную жизнь. Потому что если, например, причины останутся, и муж будет по-прежнему находиться в условиях, когда он обратился к любовнице, то вряд ли ваша счастливая жизнь семейная возможна. Потому что у него будет неудовлетворенность по отношению к вам, у вас к нему будут претензии, и вообще говоря, наверное, хорошего брака, хорошего семейного союза не получится. Если вы поймете для себя причину, по которой муж вам изменял, и смейте ее устранить, то в дальнейшем семейная жизнь, возможно, будет счастливой. Но только при условии, что мужчина, ваш муж, раскаивается в том, что сделал, то есть в том, что вам изменял, и если вы сами готовы его простить. То есть, если вы готовы его простить, и если вы не будете в каждом случае, в каждой ситуации, в каждой ссоре, в каждом конфликте, попрекать его тем же, что он вам изменил. Если вы этого делать не будете, если вы увидите причину, по которой он вам изменял, то загранить семейную жизнь, естественно, может. Также неплохо для себя, вам, получше, ну, обусловить, аргументировать, почему вы считаете, что мужчина так быстро не сможет остыть с любовницей. Ведь, понимаете, ну, будь для него это такая серьезная любовь, более серьезная, чем отношение с вами, ну, он бы, наверное, от вас ушел. А если он все равно захочется остаться с вами, значит, простите, а любовница для него, скорее всего, была увлечением, страстью и не более того. А значит, остыть с ней он сможет очень и очень быстро. Когда поймет, что, простите, вот эта вот страсть, это увлечение, интрижка, превратилась во что-то более серьезное, и это уже не приносит того удовольствия, которое было изначально. Потому что и любовница уже теперь от него чего-то ждет, да, того, что мужчина дать ей не может. И, собственно, чувство ответственности у него появилось за то, что он сделал. И, как бы, вина, наверное, будет, что вот он, как бы, станет отцом, да, ребенка-любовницы, а быть с ним не сможет. И, поверьте, человек достаточно резко сможет оттолкнуть мужчину от этой женщины при условии, если вы будете вести себя с ним достаточно позитивно и не будете постоянно его попрекать, постоянно ссориться и постоянно напоминать о том, что он сделал при условии удовлетворения потребностей мужа, которые заставили его, собственно, вам изменить. Вот, пожалуй, и все, что можно вам сказать, потому что вопрос вы задали достаточно общий, никакой конкретики, кроме вот тех фраз, которых я привел, да, то есть вы, по сути, сделали что? Вы написали, что он не хочет от вас с сыном уходить и обозначает, что у него есть к вам чувства. Вы написали, что с ним быть не хочет, это значит, что он понимает, что она для него не такой близкий человек, как вы с сыном. Далее вы пишете, что он не сможет не думать о ребенке, об этом я сказал, ему будет с ним все равно. И далее вы пишете, что думаете, что к ней он остыть не сможет. Об этом я тоже сказал. А, пожалуй, о чем я не говорил, это когда о том, что вы написали, что ему тяжело, а стало вас обманывать. То есть он признался сам. То есть у него есть чувство вины перед вами. Заметьте, чувство вины у него есть перед вами. Не перед любовницей, а перед вами. Это значит, что вами он дорожен больше, чем своей любовницей. Что, ну, вообще нормально. И таким образом вам можно, ну, скорее всего, не сомневаться в том, что она останется с вами. Поймите правильно, говорить о том, что вот на 100% возможно сохранить семью я бы не стал, потому что, еще раз, это зависит от людей, от того, какие вы личности, какие у вас темпераменты, какие у вас индивидуальные особенности, и для того, чтобы это понять, для того, чтобы лучше понимать, насколько велик шанс сохранить семью, нужно все-таки поближе, по конкретнее, по подробнее с вами поработать, поговорить, чтобы понять вас и ваше отношение к тому, что произошло. Но, в целом, я думаю, что пока, на данный момент, единственное, что будет у вас из изменений, если вы будете учитывать то, что я вам сказал, то это то, что мужу придется платить алименты на этого ребенка, на который имеет право любовницу подать, как на отца, и если вас не будет скорбить расход, который будет, статья которого появится в вашем бюджете, если вас не будет это доставлять ревновать, злиться, переживать, расстраиваться, чувствовать себя униженной, каждый раз обманутой и так далее, то все у вас, в принципе, вполне возможно. Ну, если такая реакция у вас будет, то нужно будет с вами поработать. То есть, это ваша, как ни странно, реакция на это обстоятельство. Да, обстоятельства неприятные, да, обстоятельства не самые лучшие, но, тем не менее, понимаете ли как? Если вы решаете с мужем продолжать жить дальше, то вот все вот это вам нужно принять. И принять не как ущерб себе, не как свое собственное унижение, а скорее как ошибку вашего мужа, как человека. Если вы сможете это сделать и не принимать на свой счет, то у вас, вполне возможно, брак получится сохранить, и ваш сын будет шерстен. А ребенок-любовница изначально, не зная отца, будет испытывать меньше негатива по поводу его отсутствия, чем испытывал бы, например, ваш сын, если бы его папа от вас ушел. Я думаю, что ваш муж это хорошо понимает, и потому выбирает достаточно правильный вариант поведения в этой ситуации. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.